Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Эй! Я тут поорю, вообще-то! А-а-а-а! Хо-хо! Клы-классно просто! Стоп! Оборотни говорят клы-классно! Ну, я оборотень, и не я говорю, значит, говорим, да? Я Клодин. Я новенькая. А ты, наверное, Ромал? Ого! Он действительно Ромал, да? Ох! Ты умеешь считать мысли? Ох, нет! А, да! Человек! Мы слышали, что ты тут часто бываешь. А-а-а! Получеловек-полуоборотень. Мысли не читаю, но я знала, что вы здесь покажетесь. Так, слушайте, нужна ваша помощь. В делах оборотней. Скажите, мне обязательно превращаться в полнолуние? Не вой так громко! Нельзя, чтобы чужаки услышали об обычаях ого! Да, никаких чужаков. Понятно. Приходи на собрание сегодня. У кладбища домашних животных только одна. Стая уходит! Ау-у-у! Ау-у-у! А-а-а! Вот они! А-а-а! А-а-а! Проси прощения! А-а-а! Клево? Да. Можешь уйти? У меня встреча со стаей, и они не придут, пока ты цепляешься за мою шерсть. Я не цепляюсь. И вообще, стая оборотней ни за что не осмелится встречаться за завесой секретности. Откуда ты знаешь? Чужакам нельзя такое знать. Ну да, официально нельзя. Но Гавки Мед, бедный наивный щеночек, так и не разобрался с настройками приватности в Крик-Токе. Хочусь на тайное собрание стаи в чулане грязи гоблина у Когтиториума. Они меня провели. Хоть я выгляжу как оборотень, они не считают меня за человека. Неважно, в каком ты облике, оборотней или человека, ты – это всегда ты. И именно ты – суперзвезда школы монстров. Стань человеком. Но как? Папа? Человек. Привет! Эй, это же та странная девчонка. Точно. А вот это – не твоё. Кто успел, тот и съел. Чудила. Не отдавай ей, Бадди. Хотите увидеть монстра? Вон за тем камнем сидит мумия. А мумии обожают есть подростков. Жареных и с кетчупом. Мам, смажь противень маслом и разогрей духовку до двухсот градусов. Я бегу домой на лужи. Подожди нас. Мы спасены. Ну ладно. Я знаю, что я всегда я. Но я очень хотела бы снова выглядеть как оборотень. Снова волосатая и пушистая. Я никогда не видела ничего монструознее. Ты имеешь в виду человечнее? Не хочу мешать тебе самоуничижаться. Но на монстроведении нас учили, что только самые могущественные оборотни могут превращаться в любое время без полной луны. Мега оборотень ты наш. Пусть как оборотень я клык-классная, но я все еще получеловек. Давай еще раз, еще раз. Ее даже не наказали, как хотел Ромулус. И она может превращаться, когда хочет. А ты умеешь так? Еще как умею. Хватит записывать. Не волнуйся, канал ведь приватный. Простите. А, это вы двое. И как вы осмелились показаться здесь после того, как надо мной подшутили. Кстати, об этом я Хаулин. Вожак совета оборотней и школы монстров. Не вожак, а зам вожака. Только потому, что я младше. Слышала, вы поссорились со стаей, пока я была на гавкмитсвисы на друга моего соседа. Мальчики как тренировались. Прости, что назначили тебе встречу в лесу, а потом не пришли. Купон на бесплатный джинсовый гроб с мягкой обивкой? Ну вот, он просрочен. Спасибо, наверное. Ну, пока. Постой. Я знаю, не все понимают шуточки оборотней, но я вижу по стилю. Эти туфли. Эта прическа. Этот кулон. Такой оборотень, как ты, все понимает. Ну, я пока мало знаю о том, как быть оборотней. Поэтому Хаулин пришла обучить тебя всем премудростям. Например, как справиться с сезонной линькой. Все, с меня хватит. Клодин больше не попадется на ваши уловки. Ясно? Да. Чтобы обмануть ее, надо обмануть нас. Удачи вам с этим. Если хочешь узнать все об оборотнях, приходи в десять на гробобольный корт. Одна. Стая уходит. Привет, так и знала, что ты ответишь на мой. В первую очередь. У тебя нет насоса? А ну замолчи, гавкемет. Чтобы присоединиться к стае, ты должна показать нам свою силу и скорость оборотня. Ну ладно, только не смейтесь, если получится не очень. Ого, она ведь просто отпад. Как она это делает? Я же говорила тебе, лунный коготь дарит владельцу невероятную силу. Силу, которая нужна тебе, чтобы одолеть маму Таралей, стать главой оборотней и вернуть вербульфов на вершину. Поверить не могу, что ты не заметил, когда встретил Клодин. Ты думай, на кого воешь. Я вожак этой стаи. Когда я наконец заполучу этот кулон, я стану достаточно сильным, чтобы завоевать корону. Ого, так классно быть с монстрами, которые понимают, каково мне приходится. Рад это слышать, ведь мы хотим предложить тебе официальное место в нашей стае. Правда? Ура! Я теперь часть стаи! Стой, не гони безголовых лошадей. Сначала тебе нужно пройти ритуал инициации. Приходи к статуе вербульфа на восходе луны. Только одна. Сегодня презентация Дракулауры. Я забыла, мне надо бежать. Выходит, ты не особо серьезно настроена. Когда ты часть стаи, вербульфы должны всегда быть на первом месте. Чужаки не могут по-настоящему понять оборотней. Поверь, ты не хочешь быть одинокой волчицей. Ну что, придешь к нам сегодня? Я уже здесь! Ну, что это за ритуал? Песня, пляски, импровизация? Кто-нибудь дайте задачу! Ну, первый пункт ритуала. Ты должна положить лунный коготь ко мне в лапу. Что? О, нет, я никому не даю его держать. Он мне от мамы достался. От мамы? Но это значит... Луна поднимается, времени мало. Давай же, Каладин, дай его сюда, и мы будем лучшие друзья навеки. Да, давай, 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 давай. В той статье Фрэнки все было верно. Друзья не заставляют делать то, чего им не хочется. Я должна поддержать моих настоящих друзей и сдержать обещания, данные Дракулауре. Простите, но мне надо идти. Выходит, твой план получить лунный коготь и передать его суперсилы Ромулу в ритуале, который может быть проведен только когда растущий полумесяц пересекается со статуей Вервольфа, провалился? Что ты сказал? Лунный коготь и его силы должны быть мои. Стой! Ты не понимаешь, она... Пусти, тупо зубая! Ты зам вожака! Ты меня не остановишь! Могу попытаться. Каладин, беги! Гавкемед, аборт! Каладин, берегись! Лунный коготь! Лунный коготь! Чей-то локоть у меня в печенке! Как мне уже доводилось говорить, удачи с этим! Да, вот именно! Но более-менее! Каладин, беги! Мы остановим их! Я больше не брошу друзей! Остановим их вместе! Ромул! Гавкемед! Хватит! Луна поднялась! Ритуал уже даже не сработает! Все кончено! Есть еще следующий месяц! Клю! Все в порядке? Нет! Кто-то ворвался сюда без спроса! Он там! А ну, верни мой кулон! Ты... Стой! Ты ведь тоже оборотень! А ты помеха! Кто ты такой? Единственный, кто может остановить эту катастрофу! Мой тамале! Мой кулон! Знакомый запах! Даже не смей! Прожорливый множка! Множка! Он множится! Ясно? Что это за штука? Или штуки? Вот бы их изучить! Или потискать! Не ведись на их мимимишность! Они могут уничтожить весь мир! Стой! А ты кто такой? И где ты взял Тамале моей мамы? Это Тамале моей мамы! Погоди-ка... Клодин Вулф? Откуда ты знаешь мое имя? Мама о тебе рассказывала! Наша мама! Я Клод! Твой брат! Что? Клод и Клодин? Словора родителей не назвали меня не Фераин! Да, не сейчас Клэо! Мира! Это долгая история! Так что расскажу вкратце! Набегу! Скорей! Эй! Народ! Меня подождите! Мама заперта пехимия! Это место, где я вырос! Феру! Попав туда, она не знала о главном сюрпризе! Что вскоре у нее появлюсь я! Френки! Клэо! Сюда! Уже идем! Сейчас, Дракулаура! А ты не староват для моего младшего брата? Вообще-то я твой старший брат! Мне уже 16! В том мире время идет иначе! Он полон страшных чудич! И ты каким-то образом перенесла меня и множку сюда! Судя по рассказам мамы, это и есть школа монстров! В которую мы с мамой пытаемся попасть годами! Так что спасибо за помощь! Слушай, не знаю, зачем ты сочиняешь байки про мою маму, но... А? Ты правда мой брат? Нужно остановить этих множек, а потом ты мне подробно обо всем расскажешь! Если выживем, конечно! Мисс Волф, мне некогда встречать новичков! Нужно припрятать наши бесценные архивы, пока их не сожра... В том-то и дело! Нам нужна скелета! Ага! Подпустила я как-то к ней ученика! И целые 10 минут вся школа наслаждалась звуками пуканья! Она ваша! Нет, микрофон надо петь! А я заберу свой кулон! Ага! 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 Если тебе кажется, что ты один, Ага! Ага! Взгляд свой на луну ты устреми! Ага! Когда ты увидишь свет, я тебя направлю! Только не забудь слова мои! Сделай вдох, и шажок! Мы с тобой одни не будем неразлучны, как базлы мы с тобой сошлись! Как президент школы, я прошу вас собрать всех спящих ножек и отнести их в лабораторию безумных ученых. Только тихо. Спасибо. Ой, такой миленький, но опасненький. Прям как я! Ой, ты такой сладенький, когда спишь, так бы тебя и съел. Причем буквально. Кто знает, где они побывали, Лагуна? Фу. Ммм, отличная работа. Да. Хоть я так и не смогла вернуть свою маму, зато нашла еще один кусочек моей мозаики, о существовании которого даже не подозревала. Своего брата. Субтитры создавал DimaTorzok